Мощная рука, возносящая из кромешного ада сверкающий шар, как символ тысяч спасенных жизней – образ, предложенный городской общественной организацией жителей блокадного Ленинграда. На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий Самары макет памятника одобрили. Он появится в Парке Победы к годовщине освобождения от блокады 27 января 2016 года. Тех, кто пережил эти страшные дни, осталось не так много. Они еще могут рассказать молодым о бессмертном подвиге героев. Во время блокады, то, что там было, вот эти все трагические события, когда массовая гибель была людей от голода, холода, в города других регионов были эвакуированы очень много жителей блокадного Ленинграда. В том числе и в Самаре, в Самару, в Куйбышев работаем и делаем все, чтобы оставить память о том событии, которое произошло в годы блокады. Нет сомнений в том, что такой памятник нужен, потому что огромное количество блокадников, которые были эвакуированы в конечном итоге из Ленинграда, или потом переехали, которые помнят эти события, проживают или проживали в нашем городе, и, конечно, дань памяти этим событиям мы должны отдать. Наша комиссия принципиально, конечно, решает вопросы одобрения. В год 70-летия Победы в Самаре появятся памятные доски героям войны Борису Скворцову, Юрию Билибину, Павлу Ширяеву. Приведут в порядок памятник Федору Санчирову вблизи корпуса станкостроительного завода. Комиссией пока обсуждается место для установки памятника трижды Герою Советского Союза легендарному летчику Асу Александру Покрышкину. Одно из мест, подходящих для установки этого памятника, вчера мы обсуждали это с архитекторами, это улица Аэродромная, пересечение с улицей Гагариной. Мы говорим о территории Дома молодежи. Ранее, по сведениям историков, мы вчера встречались с Арик Сужиным, именно в этом месте располагался аэродром. Мария Анна Мирная, Сергей Баскин, События.